Прислали одного слесаря, крышку открывает, и чтоб мне вот это не шла вода, то что унитаза из этого самого на пол, с ватной. Оно все льется туда в подвал. Какие у вас интересные проблемы, Расскажи. Кому этот запах может понравиться, давно влюбовали себе апартаменты в подвал, кишит личинками, насекомыми и кровопийцами. Какая у тебя есть решение? Я не могу спать вечером. Все ночь било, гудят и гудят, укрылось вроде бы жарко. Как вы, интересно, живете, Расскажи. Когда в собственном жилье, море Тутушья, уповают люди на воздух с улицы, но и там ловушка. У Валентины Владимировны, будь то лето или зима, по квартире гуляет ветер, правда, не всегда свежий. Постоянно окна открыты, первый этаж, все исполения, все в квартире. И вот эта вот канализация, это смесь серого водорода, углекислого газа и метана. Очень тяжело, будем говорить, не имея оборудования, ни вакуум-машины, ни промышленной машины, ни оборудования. Все понятно. Вот сколько я лет не живу в России, в России по-прежнему одни и те же проблемы. Своими силами сделать ничего не могут. Нужна специальная машина для промывки. А вот здесь ситуация критическая. Дома и инфраструктура поселка находятся на балансе предприятия «Энергия Донбасса». Все счета компании заблокированы. Ни о какой закупке оборудования не может идти речи. Не может. «Энергия Донбасса не имеет средств финансовых для того, чтобы привлечь подрядчиков для выполнения этих работ, для того, чтобы купить новое оборудование, которое могло бы помочь в выполнении этих работ и ликвидировать такую аварийную ситуацию». «Просто не хотят вообще сидеть. Вот попадается. Во-первых, очень мало доступного жилья на рынке, которое сдается. Во-вторых, звоним откуда и служат. Все, до свидания». «До свидания». «В Курске не хотят сидеть». «Да, в Курске не хотят». «Есть такие, кто агрессивно настроены к саджанам». «Многие вот в села понаехали. Тут сначала через Донецк ехали, теперь вы еще к нам поехали. Если такие, то не, как своя беда – это трагедия, чужая беда – это статистика». «Мы еще стали пониматься. А с чем это связано, даже не предполагаем. Зарплаты на месте стоят, а цены растут». «Молоко стало дороже». «А почему?» «Трава жижа стала расти». «Я думаю, из-за травы». «Может, травы было мало? Никакого не наелись, я не знаю». «Это же не наша ценовая, не мы ценовую. Политику устанавливаем-то. Его устанавливает торговля, это все. Ну, а, соответственно, они смотрят, какие налоги с ним берут, как им тут вертеться, крутиться, чтобы их прибыли богатые не упали. Вот они и делают все». «Молее для себя актуальное развлечение. Спортивный дух зашкаливает». «Сейчас проходит конкурс «Статки могил». «Обязательно нажмите на сердечко и напишите свой комментарий». «У нас восемь команд из разных регионов. Новосибирск, Парнаул, Новосибирск, 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 Новосибирск и Новосибирск. Сейчас команда заканчивает уже свое задание, и мы начнем живенность оценивать. «Она подпишет». «Так, это работает». «Окей». «Обеждаючи по дороге, мою увагу перевернулась такая остановочка». «Так, девица, зараз покажу». «Это у нас на Кировоградщине». «Як вам». «Исейсов, медведь». «Тоже гарно».